За семь месяцев этого года в Самаре с участием грузового транспорта зарегистрировано 46 ДТП, в которых два человека погибли, 52 получили ранения различной степени тяжести. На московском шоссе провели профилактический рейд «Отдых в пути». Главная его цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий. Останавливали иногородние автобусы, и большегрузы, проверяли работу тахографов. Этот прибор показывает, сколько водитель находится за рулем, а также измеряет километраж, фиксирует время и контролирует скоростной режим. Устройство помогает правоохранителям, выявляет нарушения. У водителя штраф за нарушение режима труда и отдых составляет от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Должностные лица, которые должны осуществлять контроль работы водителя, штраф от 7 до 10 тысяч рублей. При проведении рейда полицейские обращали внимание водителей на то, что по дорогам нельзя передвигаться без остановки на отдых. Он должен составлять 2-4 часа. А также рекомендовали избегать агрессивного стиля вождения. Павел Горбатов за рулем более 20 лет. Едет с Магнитогорска, везет продукты в Самару. Рассказывает, что как только устает, сразу останавливается и отдыхает. Спальник, кровать, разбираешься, ложишься, спишь. Шторки есть, чтобы закрыться. И никто, так скажем, не тревожил сон. Самое распространенное объяснение причины любого ДТП не справился с управлением. За этим часто скрывается усталость водителя. В сонном состоянии снижается концентрация внимания. Нередко из-за этого невозможно перестроиться, быстро сбросить скорость или избежать столкновения. Инспектора призвали автолюбителей делать перерыв в пути для отдыха, а также не подвергать опасности попутчиков. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok